Вы должны посмотреть на свою жизнь и чётко осознать, какую часть в ней занимает происходящее в мире вокруг, и какая часть приходится на ваши психологические процессы. То, что происходит в моём уме, и то, что происходит вокруг меня — разные вещи, не так ли? Что бы здесь ни происходило, вы можете на это реагировать и считать, что ваши реакции, происходящие вокруг, — одно и то же. Допустим, сейчас кто-то назовёт вас дураком. Допустим, это буду я. То, что происходит у вас внутри, зависит от вас. Слово «дурак» произношу я, но то, что происходит внутри вас, — это ваше творение, не так ли? Потому что само слово «дурак» не приносит никакого вреда. Это не пуля, которая сражает вас. С вами что-то происходит из-за того, что вы реагируете на него определённым образом. Если вы задумаетесь, то поймёте, что окружающий мир мало что с вами делает. Большую часть времени он вообще вас не замечает. В основном, ваша жизнь — ваше собственное творение. Но вы полагаете, что всё это с вами делает окружающий мир. Если вы проведёте такую черту, «Вот это я делаю с собой сам, а вот это — окружающий мир», то вы увидите, что он делает очень мало. Можете мне поверить. Всё остальное делайте вы сами. Если вы возьмёте контроль над тем, что вы делаете сами, ваша жизнь преобразится на 98%. Оставшиеся 2% оставьте мне. Я об этом позабочусь. Да, это очень просто. Но люди не проводят эту грань. Каждое маленькое происшествие вокруг вас порождает миллион переживаний внутри, не так ли? Если вы осознаете, что это ваше творение, вы будете создавать его таким, как хотите сами. Но когда вы не понимаете, что я сам это делаю, тогда всё становится бесконтрольным, случайным. Субтитры создавал DimaTorzok